Протекторат ковид и приветствует тебя, усталый путник, на планете далеко-далеко от Земли. Мы пытаемся её улучшить для жизни наших людей, и в принципе с инопланетянами мы уже нашли общий язык, пока рядом не приземлились американцы. И вот Америка ведёт с нами бескомпромиссную войну, не хочет мириться, а хочет нас уничтожить. В ответ мы тоже хотим её уничтожить. Всем привет, меня зовут Алексей Халецкий, вы на канале Лёша Играет, подпишитесь и нажмите на колокольчик немедленно, если вы ещё этого не сделали, конечно. И... Сидмэйрс Цивилизейшн Бейонт Эрс у вас на экране. Заселяем другую планету. Напоминаю, спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных... Приятного продолжения просмотра, и... Кстати, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в верхнем правом углу она уже появлялась. Что-то у меня постоянно какие-то звуки как будто мне разрушают всё. О, вот смотрите, Африканский Народный Союз хочет мне заплатить, чтобы они получали 5 к здоровью. Я, кстати, специально и брал эту способность, чтобы со мной торговали. Я буду получать 9 дипломатического капитала в ход. Меня это устраивает. Так, давайте-ка мы... Подожди, где-то у меня исследователь. Блин, через миазму. Ладно, проплыву через миазму. Давайте посмотрим, как мы тут проатакуем сейчас юниты. Мне кажется, бразируется, идёт тоже нападать на американские юниты. Есть такое ощущение какое-то. Так, давайте... Атаковать. Тем более, что у меня эти канонерки уже стали крейсерами, а у неё всё ещё канонерки. Я думаю, нормально мы сможем проатаковать этих всех ребят. Другое дело, стоит ли мне... Ну, типа, полная победа. С одной стороны. Так, сколько тут? Раз, два, три. Хотя, наверное... Если я отойду... Блин, я бы хотел аксиому уже атаковать, но походу не получается мне тут. А вот, может, меня этот крейсер могут убить следующим ходом. Тем не менее, я подплыву. Так, инопланетян я не трогаю. Этим крейсером давайте сюда подойду, чтобы, если что, контролировать проплыв отсюда. Инопланетян не трогаем, инопланетян не трогаем. В САБДе клиника достроилась. Тут мы достраиваем бюро разведки. Окей. Давайте, наверное, перерабатывающий комплекс пока. Или фармацевтическую... Нет, давайте фармацевтическую лабораторию. Надо здоровье повышать. Ну, тут какие-то хорошие места тоже имеются. Тут у меня есть, да, модуль экспедиции. Может, мне вот эту экспедицию, собственно, там провести? Че уж тут. О, тут гнездо. Инопланетян не трогаем, не трогаем. Блин, я плыву вот эту починить. На самом деле, тут достраиваем, достраиваем ультразвуковой барьер. Жизненные формы инопланетян. Ну, это у нас один из квестов. Сейчас интересно, насколько больно мне моего резчика побьют. О, китайцы встретили паназиатскую ассоциацию. О, смотрите, вот эта иконка означает, что в ту сторону город плывет. Кстати, кто-то может спросить, блин, убили все-таки. Как тяжело воевать. Тут реально воевать имеет смысл, когда вы уже хорошо плывете. Продвинулись по совершенству. Кто-то может спросить, а если ваш город стоит... Дипломатический капитал, которым вы располагаете, позволяет вам... Да я в курсе, хватит. Если вы стоите на том месте, куда плывет город, он становится. Да, ваш юнит будет уничтожен полностью. Слушай, мне кажется, это было смочь аксиому захватить сейчас. Тут очень маленький тут. А, хрена. Кстати, как он юнит поставил? Ну, тварь. Ну, сейчас мне этого резчика убьют, да? Ну, тут он далеко не может пройти. Я тут буду стоять. Сейчас перекрывать этот проплыв. Да, тяжело тут воевать, тяжело. Ничего не могу сказать. Да, блин, ну ж хера вы меня обложили. Ой, ё-моё. И тут проплывать тяжело сейчас будет. Из-за этого гнезда их тут сейчас немерено. Как-то всё тяжеловато. Ну, что, сейчас этого резчика мне убьют. Блин, надо было с азиатами пообщаться. Почему город так больно? 15. 25. 34. И атаки добивают, да? Как они меня напрягали? Я, главное, лирица не хочет, тварина такая. Ну, блин, и это ещё тут ползает. Ну, это уже охренеть просто, ну. Я не трогаю этих долбаных инопланетян, они меня убивают. Второй уровень гармонии. Да, кстати, тут ещё эти уровни гармонии, они не только на апгрейд юнитов влияют. Вот тут можно вот так вот открывать и смотреть. Например, второй уровень превосходства, две дополнительные экспедиции даёт их следователям. Второй уровень гармонии торговые пути можно прокладывать через миазму. И, а совместные вот это, совместные и то, и то второй уровень, плюс один к науке за каждый уровень превосходства или гармонии. Ну, то есть, плюс две науки там ещё. Капает. Хотя, юниты какие-то можно... Ага, подводную лодку. Вот это, кстати, апгрейд... При нападении побережья, океан, давайте побережье. И боевой планетоход на укрепившиеся войска. Ну, и сейчас бы я уже и подводных лодок построил, пожалуй. Так. Тут я буду отступать. Ну, потому что иначе мне убьют их. Ну, очень... Потому что очень больно город просто бьёт. Вот сейчас это какая-то хрень, по-моему, нездоровая. Имхо. Тут встанем. Так, наконец-то могу. В городе снижает риск выполняемых операций. Двадцатый повышает шансы на успех. Давайте шансы на успех. Теперь у нас три... Ну, я всех трёх отправлю, на самом деле. Давайте... Маган. Идеальная информация. Проклятие меньшинства. Всё. Видите, мы получили десять превосходства и плюс десять к скорости тайных операций. Выполнили. Дальше. Биопсия останков инопланетян. А вот это про вот эти скелеты, кстати. Торчащие. Вот это. Это не гора. Соседняя колония обнаружена на поверхности... Это... Вот кто-то, наконец, обнаружил эти... Кости. И начался квест вот этот, что по всей планете. Останки. Останки. Соседняя колония огромного живого существа. Останки почти целиком находятся под землёй, иначе орбитальная съёмка обнаружила бы скелет гораздо раньше. Радиоуглеродный анализ установил, что этим костям несколько тысяч лет. Существо подобных размеров просто не могло существовать, но перед нами лежит прекрасно сохранившееся опровержение. Ощевидно, нам ещё много предстоит узнать об экосистеме этой планеты. Биопсия останков инопланетян. Ну, нам любую из этих надо исследовать. По-моему, даже любым юнитом. Ну, а тут резервацию инопланетян. Две штуки надо построить. Значит, сначала здесь строим. Тем более, это культура и дипломатию даёт. Блин, ну ещё это... Ну, вот это... Я не понимаю, вот это... Каким образом эта хрень... Отлично, она ещё и бразильцу объявила войну. Это очень здорово. Так, что мы будем дальше исследовать? Геофизика, геотермальный источник. Я бы, кстати, его открыл. Я бы его открыл, наверное. Тут робототехника. Тут тоже, кстати, классный фероксидовый шахт. Вот у меня есть рядом... Вот фероксид. Например, да, можно будет фероксидовый шахт устроить. Ну, я, наверное, всё-таки давайте с геотермального источника начну. Его откроем. Так, крейщики. Ну, блин, надо ещё юниты... А, я хочу, знаете, что... Подводную лодку, наконец. Прилив, которая... Вот теперь уже посильнее она стала. У тебя крейсер... Просто её меньше видно. И мощь у неё больше, когда её атакуют. В отличие от этих стреляющих. Подводные лодки. Крутые. Ультразвуковой барьер здесь построили. Так, ну мне надо рабочих. У меня несколько рабочих убило. Тут бразилец. Да ё-моё. Что ж тут стало? Надеюсь, она свалит отсюда. О, капсула. Я, наверное, объеду на всякий случай. А то ещё проатакуют, что я рядом нахожусь. Блин, опять я с китайцами не поговорил. Ну вот, видите, меня уничтожили два юнита. И уже бразильцу размер моей армии не нравится. И уважение я теряю. Ну что, вот там война у неё с Бразилией. А юниты почему-то ко мне сюда едут. Вот Америка. Презелилась и давай со всеми воевать. Нормально я вообще? Так, юнит скоро сойдёт с орбиты. Это не страшно. У нас там энергии дофига. Так, хочу капсулу сначала забрать. Что, дали 45 очков науки. Хорошо. Это мне нравится. Так, а здесь я попробую этим... Чё вы тут держать? Попробую этим юнитом исследовать. Надо было убивать инопланетян. Как-то они мне реально сильно мешаются. О, свалило всё. Так, надо... Во-первых, поставлю экспедицию. Давайте пообщаемся с китайцами. Глянем, какие у них соглашения можно взять. Потребление энергии столичными зданиями. Ну, такой вот. Плюс одно к производству за счёт стратегических ресурсов. Это хорошо. И расход науки на технологии листья тоже. Вот есть технологии стволы. Вот видите, тут в сети как бы три технологии в каждом. Подожди, вот это стволы первой технологии. И вы не можете зайти вот в эти технологии, не открыв первую. А это технологии листья. У меня какое-то одно. Я бы на производство попытался соглашение с ними заключить. Для начала. Неприемлемо. А могу я чё-то ещё добавлять? Я ж не могу ничего добавить. Вот типа... Она пишет неприемлемо, а как я могу ей чё-то ещё... Она технология листья. Тут у меня просто за каждый... Ну? Не принимает. Ладно, давайте просто прокачаем наше умение на здоровье. Так, тут стоим. Тут стоим. Может полечиться? Пока. Я просто не думаю, что мне надо прям миазму везде убирать. А что вот этим рабочим я тут могу сделать? Нефть я добавил уже. Ну, поплыли опять ремонтировать. Надеюсь, не убьёт в очередной раз. Давайте пока сюда. Тут, я смотрю, не плывут особо юниты, а это вот сюда будем обстреливать вот этот. Стоять издалека. Блин, мне ещё города надо ставить на самом деле. Ну, я сейчас построю резервацию инопланетян и... Поселенца. Слушай, а может я купить поселенца? 280. Давайте, я ещё куплю. Чё, у меня энергия накоплена. Чё, я её держу? Ещё одного можно купить. Это, правда, не за такое отставание в технологиях. Ну, конечно, ты ж не ходишь со мной. А у меня высокотехнологичные... То есть, я отстаю в технологиях, но у меня высокотехнологичные орбитальные спутники. Хм, интересно. Интересно. Так, надеюсь, она там сейчас с бразильцем воюет. Чё-то вот уехали. Видите юниты отсюда? Вот. Провести биопсию инопланетных останков. Ваши колонисты снова обнаружили останки инопланетян. Как и в прошлый раз, большая часть этих огромных созданий погребена под землёй. Но череп этой особи прекрасно сохранился. Остались нетронутыми даже некоторые ткани мозга. Исследование мягких тканей показало, что мы имеем дело с увеличенной версией обычного мозга. Спинной мозг диаметром в несколько метров. Отдельные нейроны мы должны найти больше. Короче, нам надо вот теперь 11 этих штук исследовать. Часть видна. Ну, один, например, у нас рядом с этим. Не помню, что это даст в итоге. Но это интересно в любом случае. Так. Куда мы этого поведём? Ставить я бы вот сюда, наверное, поставил город. Так, следующего где-то вот тут надо ставить. Ну, давайте я куплю, как я и говорил. Инопланетные формы, инопланетные формы. Рабочего сделали. Я хочу дождаться постройки резервации инопланетян и тут строить. Давайте тогда ещё рабочего, как раз два хода. В Мандире после резервации я считаю, надо сеть. Хоть тут и нету меди, но три науки и два дипломатических влияния в ход это очень круто. Потом сеть во всех городах тоже поставим. Так, ультразвуковый барьер построили. Клеточный инкубатор. Ботанический сад. Ну, там нету пустыни. Клеточный инкубатор в столице не построен. Давайте стадион рубежно, всякий случай. Уникальное здание, почему бы и нет. Так, лес, луга, река. Дороги тут построены. Ладно, пока возвращаемся. Вот тут жуки какие-то бегают. В миазму пока придётся. Вот это пустыня, кстати. Не очень понятно нарисовано, но это пустыня считается. Тут бы биологический сад. О, вот и подлодочка. Нет. Так, давайте ещё раз её засветим. Ага, и выстрелить я по ней не могу. Блин, у меня сейчас могут что на камне лезет, что этот меня надо. такая сволочь. Не могу отсюда стрелять, видите, по подлодке. Ну что, будет? Да, вон, атакует. 24 силы. Сколько снимает пидпоинт? 25. Ещё этим будет атаковать? Нет? Просто подпал. Так, хорошо. Это тогда терпимо. Мы, прах умирающего мира, должны прислушиваться. Так, ну что, где у нас геотермальные источники открылись? Вот, например. Вот, но это далековато. Тут 2. дайте к силе прокачаю. Блин, я ещё двух этих шпионов не... Вот я... Хотя бы ещё одного. Одного я, например, оставлю... давайте седоделу. Так, а тут мы сначала создание сети сделаем. Чтоб легче работалось. Так, и одного я у себя дома оставил? Или его назначить надо, чтобы он дома был? Наверное, назначить надо. чтобы повышать шансы на успех операции за каждого агента в главном управлении. Вот для этого. Что дальше? Энергетические системы, геотермальные склады, от всех улучшений каменоломен. Ну, с помощью каменоломен да и нету. По-моему, нету. Что ещё? Защищённый дрон. Центральное управление узел. Затмение Маркова, трансплевентное уравнение. Но это пока нету смысла открывать. Так, робототехника, автоматизированный завод, плюс два производства, пероксидовую шахту. Ну, давайте наработать технику действительно откроем. Тут заодно можем попытаться четвёртого уровня превосходства и кноры начать строить. Так, фармацевтическую лабу доделали. фармацевтическую лабу стадион рубеж построили. Резервация инопланетян один ход. Ну, давайте поселенцы тут заселим город. болен, поселенцы оттуда вывел. Случайно. А куда мне его, кстати? Ну, вот сюда где-то хочу. Вот сюда. тут вообще так ресурсов прилично. Ладно. Съеду я с этой территории. Какие-то эти жуки ползают. Ничего интересного нету, кстати. не буду добивать. Мммм. поехали вниз пока. Так, ну что? Да, блин. Вот что она сюда лезет? У тебя сверху более сильный соперник. Хотя вообще неизвестно. Сложно посмотреть силу армии на самом деле. Поэтому фиг знает более сильный, не более сильный. Так, заканчиваем экспедицию. Еще культур. Ух ты, 124 культуры дали. Нормально. Так, что мы тут примем? Это я уже принял. Может какой-нибудь бонус синергии, чтобы получить? 15%. 15% к скорости улучшения клеток. Кстати, это интересно. для новых направлений развития требуется меньше... Ну, давайте сначала бонус син... Хотя 10% к производству энергии в столице, так ли мне это... Хотя клетки быстрее улучшаются с другой стороны. Ладно, приму. А потом уже сюда пойду. вот это культура, культура... Тем более я сейчас много культуры получил. Видите, буквально довольно быстро следующие откроются. инопланетяне, 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 не трогаем инопланетян. Подлодочка готова. Единственный минус подлодок, что они только на две клетки двигаются. Это, конечно, не так прикольно, как хотелось бы. Я бы тут отступил. Еще давайте подлодки. Но у меня подлодки более крутые, по идее, должны быть, чем у Кюрихи. Я просто не посмотрел, кстати, какого там уровня подлодка, к сожалению. Так, здесь мы резервацию инопланетян сделали, вас сраи давайте тоже резервацию. Да вообще, я бы везде резервацию инопланетян построил. Там и по себе неплохо дают и культуру, и дипломатический этот. О, капсула. так, отремонтировано, Тут монтировали вообще какие клетки, а бро, может тут эти шахты построить? Теперь тут шахты построим. этот рабочий у нас вниз плывет. есть только еще места незаселенного. Мне кажется, вот как-то зря игра Америку прям тут разместила. тут мне, надо тоже инопланетные останки исследовать. Че остановились? Типа инопланетяне рядом. Ну я вот сюда плыву, этот город я хочу тут поставить. или даже нет, тут пока катут. Ну что? Дальше пойдет атака на меня? Нет, отъехала назад, ладно. Ух ты гад. Стреляющие юниты вывел. Будут стоять, пока нормально стоим. Новое задание выполнить тайную операцию кража науки в городе Аксиома. То есть надо туда отправить так, тут я создание сети сделал, давайте пока кражу энергии. Видите, тут недоступны сразу, тут такая система шпионов, вы, видите, тут пять квадратиков. Выполняя всякие шпионские операции, вы постепенно увеличиваете здесь, ну, в тех городах, в которых вы работаете, увеличиваете вот это напряжение шпионское, не знаю, как оно по-другому называется. Причем оно увеличивается не только как бы для вас, оно вообще для всех цивилизаций. И если ты оправляешь шпиона, где уже увеличено, там у тебя больше будет возможностей. Ну и, соответственно, так вот и... Да, кстати, разведданные показывают, что тут делается. Исследуется трансцендентная математика, производится торговый конвой и местное здоровье плюс 10. Например, когда пять квадратов, вы можете шпионом вообще к себе город присоединить. Просто шпион присоединяет к вам город. прикольно, да? Давайте подплывем, а вдруг там подлодка где-то рядом. Нет? Ну, я могу рабочего оприходовать. Ну, афигли он тут стоит. выползла, блин. Все, минус рабочий. Отлично. Так, этот у нас будет стоять просто в защите. Постоянно этот стоит, лечится. Мы отремонтировали. Блин, вот это, кстати, тоже дно на добро. Вот эти вот, планетяники плавают, они реально надоели. Еще далее. 68, отлично. О, и руины предтеч. Так, хватит ли мне здоровья их исследовать? Так, есть ли тут еще какие-то? Пока что-то не вижу. Давайте этим поисследуем. ну и куда плыть? То есть там руины предтеч, да. Вот тут еще есть, но там постоянно инопланетяне стоят. Ладно, давайте поплыву пока вот сюда включить эту штуку. исследуем всякие места закрытые. Так, тут я шахту хочу. Поэтому поехали. Эти, эти два рабочих у меня сюда будут помогать с улучшением города. Да, кстати, в Джавете я хотел посмотреть. Да, конвой тоже надо строить. Ну, тут я конвой построю. Отсюда у меня побежит в этот город его ускорять. Сколько конвой вообще? 220? Я его, наверное, куплю, чтобы быстрее туда ускоряло все. Блин, ну, только не говорите, что мне сейчас этого поселенца еще убьют, эти долбанные инопланетяне. Надо было их убивать всех, надо было... Вот, знаете, закончу войну с Америкой и начну инопланетян мочить, они-то стали. Просто вот как-то, просто как-то вот надоели. Блин, приплыло опять сюда. Ну, мы просто стоим опытом. Ничего больше мне не можно сделать, кроме обстреливания. Обстрела. Кроме обстрела. Так, тут я резчика сейчас завалю подводной лодкой, я думаю. Да, убили меня. Все, хана. Я хочу с Америкой мир заключить. Ладно, может посмотреть и американцы уже созрели на мир? Ну, потому что уже, ну, типа... Я не получила весь день. Война будет победного конца. Ну, почему? Ну, почему? Она же, блин, ну, как можно такой тупой быть, блин? Я хочу с инопланетянами воевать, а не с Америкой. Можно? можно? Пожалуйста. Они мне, блин, поселенцев мочат. Отъеду пока. Хоть этот город смогу поставить. Тут мы пока ход пропустим. В Джаведе куплю. Мы хотим минус один уже пошел. Не, знаете, что я тут построю конвой? Что-то не хочу пока энергию тратить на самом деле. Создание сети. Ладно, я пока не буду выполнять задание в аксиоме. Я хочу немножко повыполнять, чтобы заработало. Дороговый конвой я тут построил. Давайте еще. Блин, тут долго строится. Юниты. давайте пожалуй перерабатывающий комплекс пока. вроде уже построил этот отпугивающий отпугивающий эту штуку от инопланетя. А почему они все равно тусят у меня в городе? Задолбали. У меня ничего интересного вообще. Валите свои так. Это вы сюда давайте поедем немножко потихоньку в тот город. Ну вот 220 энергии потрачено на потрачено на поселенца и он у меня сдох радостно. Так, сколько 60 хитпоинтов? То есть если не 4 хода нормально. А вот еще сразу руины предтечь. Блин, я тут наверное зря плаваю. Тут нифига не видно. Я только зря кучу ходов трачу. О. Еще. место для проведения экспедиций. Так, а можно улучшить отношения с китайцами? Ну, чтобы они мне границы открыли. Нет, ведь и 5-5 должно быть, а мне тут 4. поздравлять. Ни китай, ни бразилия, ниск, не заключили с отможениями. Может, все-таки заключить с ним что-нибудь? Защита столицы. Ну, это стратегических ресурсов можно попробовать. Хотя, производство приседания боевых юнитов тоже нечеток. Да. Отлично. И я какое-нибудь умение, наверное, могу... А, нет, 165 стоит. Дороговато. А у меня, кстати, по умениям что-нибудь влияет на количество заключенных? Нет. Ладно. Где у нас тут наш фронт? Фронт. Будем смотреть. Вообще не жалко. Он стреляет. У меня сейчас опыт, наверное, уже набился. Нет. Ее нет. Ну, вот это умрет. Ну, вот это умрет. Звуковых барьеров. Либо обратить полярность. Инопланетяны и инопланетяне не нападают на торговые конвои. Нет, давайте сохраним в изначальном виде. Я так понимаю, что он как раз работал чисто в соседних клетках от города. А теперь еще дальше будет работать. Окей. Отлично. Так, тут резервацию инопланетян. И этого... Ладно, пока так поплыву. Тут, значит, город. Отправляем туда караванчик. Пока ждем, когда город вырастет, чтобы сразу титан обработать. Тут я выкуплю клетки. Я думаю, сразу буду обрабатывать. О, сколько тут экспедиций мне предстоит. Отлично. Да, конечно, потраченные поселенцы не очень приятно. Сейчас мы откроем тут возможность фероксиды обрабатывать. И я пойду что-нибудь на превосходство открывать, чтобы четвертый уровень превосходства достичь. И там кноры, чтобы можно было строить. Роботы не жалуются, не сомневаются и не отдыхают. Многим стоит брать с них пример. Самолеты надо начинать тоже строить. Попробуй дотронуться до движущегося осадного червяка. Третий уровень гармонии. Но он, по-моему, пока ничего не дает. Видите, на пятом уровне что-то будет появляться в плане бонусов. А в плане улучшения юнитов на четвертом. Но я сразу пойду в... Вот в боевую робототехнику. Уникальный юнит превосходства. И он, видите, даст 20 очка превосходства. И, соответственно, мне хватит, чтобы на четвертый уровень перейти. Правда, 12 ходов будет открываться. Итак, исследования показали, что инопланетяне могут не только выполнять сложные задачи, но даже испытывать привязанность. Как эта информация повлияет на наши отношения с этими существами? Отправим ли мы их работать на фермах? Или позволим жить в наших домах? Ну, превосходство я получу очки. из боевой робототехники. Поэтому давайте приручим. 10 гармония, 35 единиц культуры, 80 единиц энергии. Все. Этот... Этот квест мы выполнили. Теперь у нас вот эти основные. Эвакуация тайного агента и мощь и упадок. Идет так. Что, кстати, трансцендентность... Нет, контакт, контакт. Найти сигналы предтечь 0 из 2. Это не получилось. Трансцендентность... А, трансцендентность, это путь гармонии. Земля обетованная, это... По-моему... Путь... Вот этот красный. Нет. Освобождение. Освобождение это путь вот этого превосходства. Так. Местные животные долго нас беспокоили. Инопланетянами в естественных условиях. То, что мы узнаем об этих существах, поможет нам в повседневной жизни. Плюс наука и плюс 2 энергии от резервации. Конечно. Это вообще какая-то супер... Становится... Суперздание, которое вообще надо везде построить. Так. Дальше принимаю связывающие ценности. И потом сетевые каналы передачи данных приму. Или, блин, медицинское обслуживание. Плюс к здоровью за каждых шести жителей. Я вообще дальше по знанию пошел. Больше. Ведь создана. Начинаем. Видите, вот... Необходим более высокий уровень интриги. Да, это уровень интриги называется. А уровни интриги повышаются, когда вы... Что-то в этих городах выполняете. Какие-то... Так, ну... Я бы самолётики построил, честно говоря. Топический истребитель. Это круто. Это мы сюда отправляем. Как раз два модуля экспедиции. Вот эту исследуем. И вот эту. Что, подводная лодочка готова. Нету юнитов. Ага, юнитов нет. Так, может, поплыли... Туда. Вот с порода ходов только... Минус, что они очень медленные. Минус, что они очень медленные. Там, по-моему, Аксиому захватывает бразилец, блин. Ну, что она со мной до конца воевала? Вот такая умная. Я не буду пока вылазить. Хочу просто вот это вот активировать. Это у нас тут с... Два хода. Следующим ходом что-нибудь найдём. Пойдёмте-ка вот тут дно. Обработаем. Ух ты, отношения под угрозой. Ко мне. Ну да, вон он Аксиому захватывает. Азарем Смит сказал. Фигаси. Иди ты нафиг. Вот сейчас уже мне мир с тобой не нужен. Иди вон с Бразилией воюй. Да блин, он с ищем ходом захватит Аксиома. Прям просто вот сто процентов уверен. Так, кто мы? Руководители клеточного инкубатора сообщают о невероятном открытии. Изучая и скрещивая местную фауну, мы создали биоорганическую сеть, которая копирует деление клеток живых организмов. Интегрировав эту сеть в нашу промышленность, мы радикально ускорим производство. Но, к сожалению, на её создание уходит много времени. Отдать сеть на создание юнитов. Либо, ну, конечно, тут плюс пять процентов, но тут просто производство для всего. Я, наверное, производство для всего выберу. О, улучшился наш... Я же говорю, что прокачаю. В мандире тоже истребитель. Шахту строим. Я тут постою. Ну что, ну, знаете, попробую всё-таки активировать эту штуку. Теперь тут особо уже не лезут. Мы всё-таки увеличили радиус действия отпугивателя. И инопланетяне подальше стали держаться от городов, где он построен. Что всё-таки тут исследовать? Тут, тут. Смотреть. Не, дальше не поеду. Ну, как видите, вот на этих глубоких клетках город нельзя поставить. Он просто недоступен. Поэтому я вот думаю... Где? Наверное, вот сюда я бы поставил. Экспедиция завершена. Специалисты обнаружили несколько десятков интерактивных устройств, выполненных из светящегося камня. Эти устройства остались спустя несколько минут после того, когда они их дотронулись. Больше в лабиринте ничего не нашли. Знания, полученные благодаря обнаружению светящихся устройств, помогли разговаривать тайные технологии астродинамика. А, ну то есть у нас ускорено теперь открытие астродинамики. Не, они захватили аксиому. Давайте глянем, где эта астродинамика. Насколько нам это прикольно. Ну, далековато. И не так уж сильно она ускорилась, честно говоря. Ну, ладно. Конечно, круче было бы артефакт найти. Так, отправляем опять в Васанту. Быще быстрее город рос. И сразу обрабатываем титан. Так, в этом городе... Давайте еще под лодочку. Здесь... Здесь построено. Ну, как бы шесть ходов долговато будет строиться. Давайте приливную турбину, чтобы энергии... Нет, давайте клянемся на инкубатор. Интересно, а почему тут резервацию инопланетян нельзя построить? Она не строится в... В морских городах? Лаба треххода. Нет, давайте, блядь, инкубатор. Открыли, надо постоять, полечиться пока. А то мы вот это уже не сможем исследовать. Первый раз еду юниты сливать. Может дождаться четвертого уровня все-таки? Дайте я гляну. Когда-то у нас... Ну, тактический потребитель на седьмом, по-моему, улучшается. На одиннадцатом вообще. Да, не скоро. Крейсер на седьмом. Резчик на шестом. Подводная лодка на восьмом. Пехотинцы на шестом. Да, то есть четвертого нет смысла ждать, я понял. А, плавающие юниты эту фигню не включают. Ясно. То есть только морским юнитам надо приплывать ее включать. Сейчас вот тут добавится клетка, и мне будет уже не выплыть. Это я пока не могу. Обрабатывать ксено-скважина не открыта. Блин. Ну, не говорите, что у меня сейчас еще этого поселенца убьют. Ух ты. Как-то больно на воде, да? Кентральный орган для хранения отменяет. Ну, это он получал здоровье. М-м-м, блин, как-то... Давайте дипломатию глянем. Возможные соглашения. Нафиг надо? Затраты на технологии, открывающие юниты, меньше. Ну, предположим. Е-е-е-е. Казь, мне сейчас быстрее будет открыться, там юниты есть. Так, дальше. Я еще два соглашения могу, кстати, принять. Возможные соглашения дальше смотрим. Может, подороже что-нибудь? Ладно, какой-то 75 максимум. А вон посты не хочу. Каждый запущенный... М-м-м, что-то не хочу. Нет, остальное мне не интересно. О, у меня сразу бонус. А, потому что тут этот построен. Как его... Стадион. Не знаю, сколько я на нее с урона. 14, а получил половину урона. Нет, это что-то... Это больно. Я продолжу тут самолетики строить. Я не помню, сколько. По-моему, 4 самолета в этой игре, в городе, может быть. Тут резервации на планетеан есть. Теперь клеточный инкубатор, да. Согласен. Сейчас подплываем, не попадаясь под удар города. Следующим ходом, наверное, про атакую и захвачу. Так. Так. Так, алмы. Ну, давайте тут тоже... Травку заодно. Лес вырубим. Вот тут эти в мандире надо... Этот стадион рубеж построить в следующем. Потому что он именно дает... Видите, боевые юниты сразу получают бесплатное повышение. Ну, это же классно. Надо везде поставить. Он еще дешевый такой. Но и город усиливает сам по себе. Ничего интересного вообще. Так, тут стоим. Ждем следующего хода. Ну, надеюсь, я смогу в следующем ходе сюда встать. Город. Основать. Как у нас вообще по развитию по сравнению с остальными? Китайцы 2-3-2. Ну, примерно так же. Я 3-0-3. Бразильцы 4-1-2. Африканцы 2-5-2. Но у нас с африканцами постепенно будут ухудшаться отношения. Потому что он, видите, по праведности идет. А у меня вообще ноль праведности. Не знаю. Так, ну что тут? Америка. Пожалуйста, жду. Топаназиатская ассоциация пока ходит. Америка. Все. Весь ее ход. Отлично. Сейчас. Город тогда. Аксиома все-таки падет наконец-то. И так. А что? А что звуков обстрела не слышно? Хе-хе. Наконец-то, господи. Как долго я этого ждал. Только недочеловек мог сотворить подобное с невинными. Ну, я сателлит пока делаю. Это меньше нездоровья создается. Разрушать я его не буду. Я хочу вот этот тоже город американский захватить. И... Интересно, он сможет отбить обратно. О, блин. Тут подлодка стоит. Ну, подлодку про... Блин. Давайте подлодку проатакую. Как далеко? Тут истребители, кстати, очень недалеко летают. Да, не долетаю я до того. А, давайте ему юниты коцать. Не, блин. Надо лечиться. Что-то больно. Ответочка больно прилетает. Ну, конечно, она может вполне отбить этот город обратно. Ну, на этой радостной ноте захвата Аксиомы... Кстати, а что у меня с квестом? Вот он как раз провален, потому что, как бы, собственно... А почему он, кстати, а почему он провален? Я же захватил город. Получается, я спас этого агента. Там же было написано, спасти его. С данными. Город мой, все. Агент, собственно, и... Переходит ко мне. Ну, ладно, это уже в следующей серии будем разбирать. Продолжение завтра. Спонсоры могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо, что смотрите. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok